Думаю, что большинство мужчин тоже, поэтому прекрасная половина человечества сегодня должна ответить на один простой вопрос. О чём никогда, ни при каких обстоятельствах не нужно говорить мужчине. Ещё, конечно же, всегда зависит от той ситуации, которая складывается в той или иной семье. В моей семье, что моя жена Таня Татьяна, что моя мама, просто они как весы, да, где-то начинает перетягивать другой человеку и уроновешать. Ты контролируешь эту ситуацию в доме всегда. Я вообще всё контролирую. Алексей Игузин. Я бы сейчас всё-таки ушёл от столь частного определения того, что нельзя говорить мужчине про маму. Ну, мамы разные, жёны разные, мужики разные. Давайте найдём всё-таки вот ту формулу, а мы уже стали к ней приближаться. Что на самом деле никогда нельзя говорить мужчине. Например, что с тобой? Ничего. О своих бывших домах. Да потому что, смотрите, у мужчины, если... Потому что мы потом закручиваемся и сидим и не понимаем, что дальше. Конечно. У мужчины есть одна задача, если он любит женщину, сделать так, чтобы у неё всё было хорошо. Чтобы она была счастлива. Когда женщина транслирует мужчине, что у неё не всё хорошо совсем, он хочет эту ситуацию исправить. И когда он подходит с тем, чтобы исправить ситуацию, а в ответ слышит, ничего-ничего, всё нормально. Особенно это очень хорошо читается на ваших лицах, когда ты понимаешь, что что-то не так, и ты очень аккуратно начинаешь спрашивать, а что же не так? В том-то и дело, что мы можем... Смотрите, что мы делаем в психологический момент. Человек спрашивает, что с тобой, чтобы тебе помочь? Проще ответить, мне опять нечего отвечать. И у него ответы уже на тебя за то, что ты не отвечаешь ему. Нет, просто дело в том, что женщинам довольно сложно сказать напрямую. Мужчины думают, что вот они пришли, и такая инструкция по применению, типа, что случилось? Значит, слушай, случилось то, сё, пятое, десятое. Женщины так не умеют говорить. Надо учиться. Не умеется. Надо учиться. Мы не умеем понимать вот этого. Для того, чтобы получить именно заботу и защиту, и ответ. Конечно. Так что, чтобы тебе действительно пожалели и помогли. Я научился долгим опытом. Лёд, вот твои супруги пришлось услышать о твоих предыдущих романах. Не услышать, а прочитать. А, прочитать. Вот что ты говорил, когда газету открывает Татьяна и говорит, ну что это такое написали? У тебя роман с такой-то. Что у вас было? У меня просто роман. А, то есть у тебя просто роман. А представь себе, ты открываешь газету и написал. Я считаю, что не надо говорить никогда, углубляться в прошлое и то, что было. Я думаю, да, всё, конечно, но это же в прошлом. Всё равно это отпечаток какой-то остаётся. Конечно, это ранит. Вот, видите, вот этот мужчина с нежным сердцем. Друзья мои, посмотрите на него. Но я не против посмотреть, что было... Хотя очень острый на языке, я его знаю хорошо. Я опять ничего не понимаю сейчас. Смотрите, да. Так а мы никогда не поймём здесь ничего. Да, про они, они, да, ничего не случилось. Где его набило? У меня муж музыкант. Ездит там раз в месяц на гастроли в Киев. Музыкант. Вот, а Киев как-то особенно сильно меня волнует в плане гастролей мужа. Там много женщин красиво. Какой хороший человек у меня муж. Вот спросишь, что делал после выступления. Пошёл в номер спать. А утром что делал? Поехал в аэропорт. Ну вот зачем мне знать, что там... А сейчас я даю мужу задание. Вот, недавно я дала задание ему хвалить меня по поводу того, что я строю дом. Вообще-то он должен строить дом. Но тем не менее я знаю, какой должен быть угол наклона у канализационной трубы на метр, там, длины, там, какой должен быть гидроизон и так далее. Его это всё бесит и раздражает. То есть его это вообще, ну, это не его. Но я ему сказала, ладно, хорошо, я буду всё это делать, потому что мне это хотя бы чуть-чуть нравится, а ты будешь меня хвалить. И он сейчас пишет, ты где? Я говорю, где-где? На строительном рынке я. Он такой, какая вы у меня молодец, и мне сразу хорошо. Я готова строить, строить, строить. Да, да, да. Кому говорили такое, что он потом в себя прийти не мог. Идите сюда. Саш, посмотрю, у кого наушник лухи. Как вас зовут? Я подержу. Как вас зовут? А меня зовут Роман. И что? Расскажите на тему нашей передачи. У меня было два брака, и последний брак распался именно как раз из-за того, что пришла СМС-ка. Она мне доверила свой мобильный телефон и поехала сдавать объективы на Мосфильм. Я случайно посмотрел, кто же пишет столько много СМС-ок, и у меня волосы дымом встали. Брак очень быстро распался. Погодите, но за то время, что вы жили, до этой СМС-ки, вы от неё слышали какие-нибудь слова, которые не хотели бы слышать ни при каких обстоятельствах? Конечно, конечно, конечно. Не есть мою жизнь. Это моё дело. Это она говорила? Да, конечно, конечно. И вот очень печально, я помню поговорку «доверяй, но проверяй» и буду ей в дальнейшем. Хорошо, а если не было этой СМС, как бы ваша жизнь продолжалась? Так же в браке всё? Вы знаете, я начал догадываться. Нестандартные поведения. А как же она, балда, оставила вам телефон? Вот, совершенно случайно. У неё он разрядился, а у меня была зарядка данной фирмы, она потасила в машине, его зарядили. Некоторое время назад Первый канал сообщал об истории в Китае, когда Китаец... В Китае, когда... В Корее. В Корее, спасибо, Алексей. Первый канал недавно сообщал историю о том, что в Корее мужчина засудил свою бывшую жену за то, что она родила ему уродливое потомство. Потому что она не сказала ему... Внимание, она не сказала ему, что к моменту встречи с ним она потратила 100 тысяч долларов на пластические операции. И выглядела она изначально совсем по-другому. И их дети унаследовали, соответственно, генетические характеристики матери, такой, какой она была до брака. И он отсудил у неё 120 тысяч долларов по суду. И развелись, по-моему. И они развелись. Тогда как быть, чтобы не отбить желание? Посылать им на мэри. Сразу заранее капать и говорить, вот, вот там бирюзовые, на той выставке, вот те бирюзовые серёжки, которые идут мне, я о них мечтаю на этот Новый год. Мужчину натаскивать, натаскивать постепенно, не в лоб, не в лоб, не водить его каждый день к витрине. Но иногда показывать там пальчиком на Одре Хэбберн жемчужные серёжки, например, в фильме, да, вот там реклама какая-то проскочила и так далее. ММС послать, как мне Таня делает, она посылает мне ММС перед каждым праздником. И я чётко знаю, что мне нужно купить. Всё. Мужчина, мне интересно, кто из вас проверяет телефоны? Ну, или ещё один вопрос для этих мужчин. Лёш, налей, пожалуйста. Мы с тобой сыграем. Вот он говорит, и я говорю, хватит тебе, нельзя, не пей. Мне кажется, что есть вещи, которые вот действительно... Делать нельзя. О которых нельзя говорить мужчинах и делать. А если ему эта доза вот сейчас, и он упадёт, а ей тащите отец. А вдруг он действительно любит свою мать и утащите от бухгалтера. И привык. Вот как тут говорилось уже, что а я папу ищу, да, вот какую-то дополнительную папу. А если это маму он любит, и он, наоборот, будет рад, что мама ему говорит, сок, больше не надо. Некоторые даже спрашивают, надо больше пить. Ну, те, кто вообще привыкли. Вы говорите, некоторые, а мне интересно, кому-нибудь нравится, когда его женщина останавливает? Своя женщина-то, она тебя знает. Она знает, что лучше не останавливать. А вот этого, наоборот, там можно остановить. Это зависит, как мы договорились. То есть, когда вам говорят, хватит, выходите ещё на лицо. Когда просят, такой вот, типа, скажи то, скажи всё, изначально было, да, у меня сразу дух противоречий, всё, я точно уже не скажу. Да, если мне говорят, стоп, там, где-то что-то там не делай, да, я обязательно это сделаю. Чем меньше мне мозги получат, вообще ко мне не приставать, меня не трогать. А ещё мы говорили, у мужчин, кто не работает. И вообще, как это такое, чтобы мужчина, всё равно, ну, опять же, это мой строй, как у меня выставили семья. Тот мужчина, он должен всегда, он обязан обеспечивать свою семью. И когда он сидит без работы, я считаю, что это уже не мужчина. Я ещё знаю, что нельзя говорить мужчине, ты этого не можешь. Даже если он решил, я не знаю, в козлах полететь. И ещё в дополнение, мы же тоже мужчины все абсолютно разные. Например, меня абсолютно ничем не вывести, меня не разозлить, меня не расстроить. Поэтому мне можно говорить всё, что угодно. Но я имею в виду того, что ты этого не можешь, да, хорошо, Таня, это не могу. Конечно, будучи уже олимпийским чемпионом, можно слушать всё, что угодно. Какую самую большую гадость вы сказали мужу, но прежде как вас зовут? Нет, я хотела немного... Говорят, что Абрамович в школе за какой-то девушкой ухаживала, она ему сказала, извини, но ты какой-то не перспективный. Она была права. Ну что, я так и не понял ничего, кроме того, что знал до этого.